Здравствуйте! Сегодня нам запопали очень необычные бутылочки и друг. Имена не называем. Это два монстра. Джин 60 градусный Джин Финсбери, который имеет выдержку 10 лет дома из Дьютифри. И не менее великолепный монстр Гранд Абсент 69 градусов тоже из Дьютифри. Французский, но из Египта. Французский, египетский Абсент. Что можно рассказать про джин? Это у нас очень старая дистиллирия Лондона, основана в 1740 году Джорзефом Бишопом, перекупленная немцами в 2014 году фирмой Борка. Каждый ингредиент этого джина, ну я не буду читать, но это обычный джин, что там ничего не написано, вообще ничего не написано. Просто джин. Джин как джин. Попробуем. Каждый ингредиент, короче, настаиваться отдельно, выдерживаться на пшеничном спирте, между прочим, и дистиллироваться по технологии под стил в одном кубе перегонном шесть раз, что довольно таки интересно. Наверное, вкус будет необычный. Если он за десять лет, конечно не выдохся. Если он не выдохся за десять лет, потому что убавилось немножечко здесь вот, у нас видно. Абсент, 6,9 градусов, с огромным содержанием туйона, как про него написано в аннотации, что помогает при коронавирусе вернуть свои запахи обратно. Туйон помогает, интернет не врет, написано в интернете, между прочим, интернет не врет. Будем пробовать чистыми? Наверное. Ну, начнем точно чистыми. Начнем чистыми, да. Пахнет вкусно. По стопке. Не будем пока открывать, абсент, потому что он забьет все запахи в этой комнате. Возможно, даже в квартире. По-моему, не выдохся. Возможно, пойдет даже по площадке полезно. Ну, потому что абсент. Ну, давай пробуем Финсбери. Здесь очень интересные. 60 градусов. Необычный. А, запах. Ну, пахнет джином. Пахнет джином. Да, капля-капля-капля. Но спиртуозности никакой. Спиртом вообще не пахнет. Да, пахнет. Именно елками пахнет. Можевельничком. Можевельником, да. Больше ничем. Ну, что ж. Будем. Ответа? Опасненько. Определенно он не выдохся. Вообще не выдох. Нормально. Ну, это коктейльный джин. Это коктейльный джин, да. Это чисто коктейльный джин. Запивать не хочется совсем. Вот и я не буду. Очень вкусный. Рекомендую. Если найдете, берите смело. Да, мы можно даже 10 лет его выдерживать. Гуглил, между прочим, этот джин в магазинах. 60 градусов сейчас нет. Только есть 37 с половиной. Видимо, ослабла силушка богатырская. Богатырская. Вон, нафиг. Давайте сбавим половиночку. Давай. Жестко, конечно. 60 градусов. Вкусно. Прямо чувствуется. Я что-то немножко взмок. Попробуем абсент. Я думаю, открою его без ножа. Да, он прекрасно. Без ножа. Интересно. Ты захотел запить? Я запил. А, ты запил? Конечно. Как это можно не запить? Да. Очень мало осталось настоящих абсентов на рынке. Возможно, только в дьюти-фри можно купить. И он пахнет настоящим. О, какой у него замечательный медовый. Я много... Ой, у него прожег палец, по-моему. Много не буду наливать. 69 градусов. Есть еще такой же абсент. от, кстати, дистиллерии Domains de Provence. В Франции. Я не мог это выучить. Это нереально. Есть такой же, называется Grand Absent 50. Ну, 50-50 градусов. Ну, мы... Ну, зачем нам 50? Мы не ищем легких путей. Ну, что ж, пахнет прекрасно. Настоящим абсентом, как раньше был Фрука Шульц. Хорошо пахнет. Пахнет. Мне нравится. Давай попробуем. По второму-то разуму не вон. Я тоже думаю, что... Нет, только один. Поджигать не будем. Нет, нет. Смотри, пожаробезопасность. Ладно. Очень жгет язык, что я могу сказать. Зря я макнул пиктусинчик. Микстура от кашля на вкус. Нет, он, кстати, хороший. И он абсолютно не ждет горло. Почему-то тебе ждет горло. Кроме языка ничего не ждет. Язык капец. Просто, как будто... Может, после джина... Джин думаешь, пахнет. Он сжег не 60 градусов, не 69 градусов, а именно джин. Он уже сжег. Он уже сжег горло. И там уже нет. Типой горло уже нечем жить. Ну, очень приятный. И вот его можно пить. Чистым джин никак. Нельзя. Это как-то не камильфо, не киберне. А что такое вот вормвуд интересно? Вормвуд плент инфьюжн. Это вормвуд, это древесный червь. То есть, он там в составе такого-то. Очень вкусный джин. Это пункт растение какое-то. Ну, это древесный червь. Растение. Ну ладно, потом забудем. Язык заплетать языка. Ой, да, это очень прекрасно. Ну, пожалуй, мы сейчас будем делать коктейли за кадром. Да. Из этого всего. Сегодня у нас. Он может даже, да, прорекламировать. русского приводителя. Не знаю, кого. Сейчас скажу. Из Москвы. Да, из Москвы. У нас интересные бутылочки с пум. Ну, будем делать шотики. Будем делать шотики. И, может быть, даже что-то заснимем. Ну, не знаю, не уверен. Влюкерасао, Гренадин и Маракуя. Маракуя. Или Маракуя. На этом прощаемся с вами. Надеюсь... Ненадолго. Я не могу ищить. Еще раз скажу. Надеюсь, прощаемся с вами. Надеюсь, ненадолго. На этом прощаемся с вами. Надеюсь, ненадолго скажу. У меня на крыло. Еще стопочку. На прощание какого-нибудь из них. Да. Пожалуй. Давай чуть-чуть. Ну, а как мы намешаем? Да, вот так вот. Нажажешь наливай. Нажешь, что ли? Наливай. Чего? Этого? Давай этого, да. Хорошо. Мы на прощание бахнем джина еще. По половинке. По половинке. С ликерчиком. С Гренадином давай. Гренадин. Шот боярский на минималку. Ну, как на минималках? Ну, не совсем на минималках. Без одного ингредиента, правда. Наливаю я по-разному. Так, шот боярский у нас будет из джина Финсбери. У нас забыли. Ложечку специально для этого. Поэтому бомбонажу. Ой, ой. Какая красота. Вот для этого, я думаю, что он будет идеален. Для этого? У меня слезки, конечно, тихо. Ничего. Как-то так. Не очень эстетично, но простой. А? Еще бушно. Красиво. Надо же для вкуса. Для вкуса. Попробуем с гренадином. Ну да, может. Это было не запланировано, но пускай. Может быть, это скрасит как-то вкус. 60 градусов джина. Да, давай, попробуем. Нужно побольше гренадина. Побольше, да. Но в целом. Побольше гренадина и соуса табаско. Да, в целом. Вот для этого он идеален. Да, но это коктейльный джин. Только для этого и будет использоваться в дальнейшем. В течении пары часов больше мы не выдержим. Потом пойдем спать. И все. И все хорошо. Да, и все хорошо. Всем пока-пока. Рекомендуем коктейльный джин. И на все случаи жизни. Для дезинфекции. Для восстановления. Ты не сказал что? Восстановления запаха после коронавируса. Да, да. Туйон очень. Туйон? Да, туйон. Туйон очень полезен для восстановления вкусовых рецепторов. Рецепторов и... Для поднятия настроения в основном. И возможно можно увидеть какие-нибудь... Зеленые фейки. Зеленые фейки. Если мы допьем... Кстати, обе емкости по литру. Так что литр. Не пейте много. Пейте вкусно. Пока-пока.